Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке, о посылочке из интернет-магазина Мир Вышивки. Сразу хочу вам напомнить, что в этом магазине у вас есть возможность получить скидку дополнительную 10% на свой первый заказ, то есть если вы ничего ранее не заказывали. Для этого вы можете воспользоваться промокодом ХОБИАРТ и как это сделать написано в инфобоксе под видео. Ну и давайте перейдем к тому, что же ко мне приехало сегодня в этой замечательной посылочке. Итак, первое, что я хочу вам показать, это вот такие милые аксессуары от фирмы Березка. Я вам уже показывала бобинки, но теперь у меня их стало больше. Эти вот замечательные бобиночки я заказывала в прошлый раз и вот теперь их количество у меня еще увеличилось. Я в этот раз уже специально немножечко намотала на них ниточки, чтобы вы посмотрели, как это милое очаровательно смотрится. Вот так вот на ежике это выглядит. Зайка совершенно милейший, просто очароваш. И такой вот китенок тоже очень-очень милый, укутанный у меня получился. Также у меня есть еще один ежик и вот еще котик, который без ниточек покатывает. То есть без ниточек он выглядит вот таким образом и точно так же выглядит зайчик и китенок. Вот ежик, он немножечко отличается. Мне очень нравятся эти бобинки, они такие приятные, они такие гладенькие. У них вот этот весь рисунок, который нанесен там, то есть усики, глазки, вот эти все элементы, они сквозные. То есть если посмотреть на просвет, видно, что это вот вырезано прям так насквозь. И не знаю, именно для этого ли предназначено или нет, но вот когда мы ниточку наматываем и в конце, чтобы ее закрепить, вот здесь у китенка я вот за ротик зацепила. Также у ежика тоже зацепила за ротик. То есть это в принципе вот здесь она фиксируется, ниточка хорошо. И вот у зайчонка я зацепила за лапку, так как прорезь здесь такая сквозная, то в общем-то там достаточно хорошо нитка держится. У котика я посмотрела, здесь наверное можно вот между хвостом как бы и туловищем тоже цеплять нитку, чтобы не разматывалась. Мне кажется, милейшие аксессуары, они конечно больше для красоты, чем для хранения ниток. Понятно, что хранить именно глобально на таких бобинках неудобно, удобнее на одинаковых. Но когда у вас что-то в работе и для поднятия настроения можно какие-то ниточки наматывать на них. Опять же для фотографии они конечно же подойдут, будет замечательно смотреться. То есть вот такие вот милейшие бобиночки. И они очень приятные в руках, они гладенькие, такие очень хорошо отшлифованы. Очень-очень приятненькие. Ну и вот такой вот органайзер. Я вам показывала недавно, что я начала пользоваться круглым органайзером от фирмы Буратини, по-моему, да, называется. Мне в принципе это понравилось. То есть для некоторых процессов, в которых не так много ниток, не так много цветов, это удобно. И вот теперь у меня есть еще такой же круглый органайзер от фирмы Березка. Он без рисунка, но знаете в чем его плюс? Он очень гладенький. Вот по сравнению с Буратини этот гораздо более гладкий, более отшлифованный. То есть вот именно держать в руках его приятнее, скажу. По поводу рисунка я подумаю. Может быть даже решусь и наконец попробую себя в декупаже и что-нибудь здесь такое изображу. Ну, в общем-то, я не уверена, что я буду этим заниматься. Но кто меня знает. Что я точно сделаю, это я использую выжигательный прибор, так же как на том органайзере. И просто пронумерую вот эти вот отверстия, чтобы было удобно пользоваться, чтобы как-то ориентироваться в этом всем. Здесь органайзер на 14 получается цветов. Вот очень-очень приятная такая штучка. Вот мне прям нравится, какой он гладенький. Такие вот чудесные аксессуары. Милые, приятные. И, кстати, что приятно, недорогие. Что еще ко мне приехало? Так, я заказала вот такой вот бисер. Этот бисер мне нужен для вышивки косметички, которую я вам показывала. Сейчас ставлю картинку. Я для нее потихонечку собираю бисер. В принципе, уже практически весь купила. Но мне не хватает двух цветов. Я уже подумываю их поменять на что-то близкое, потому что не могу их найти вообще ни в каких магазинах. Вот почему-то их нет. Такое чувство, что их просто не привозят. Поэтому нашла, ну, судя по всему, близкие. Ну, посмотрим, не знаю. Вот. Дальше это ниточки Финка Перле номер 8. Цвет 3000. Эти ниточки я взяла тоже под конкретный проект. Если вы помните, я показывала вам схему домика. Викторианского домика в стиле таком смешанном. Там и крестик, и хардангер, и шовчики, и все такое. Тоже сейчас вам картинку вставлю. Я постепенно-постепенно собираю материалы. Если, в общем-то, с нитками DMC проблем как-то нет, их можно приобрести повсюду, и у меня уже что-то многое есть, то вот ниточки Финка Перле нужного номера, нужного оттенка не всегда можно купить вот так мимоходом, да, скажем. И вот этот цвет номер 12 мне еще нужен будет в этой работе. Он у меня есть, он у меня был уже. А вот номер 8 я приобрела именно тоже для вот этого процесса. Так что постепенно вот собираю материалы. У меня там вопрос большой по одному цвету, точнее говоря, по одним ниточкам, в которых это такой меланж или там секционного окрашивания, не знаю, как назвать эти ниточки, но их уже давно не производят. И аналог тоже достаточно сложно найти, поэтому я пока вот не знаю, как мне быть с этим цветом. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Следующее, что я вам покажу, это ткани, вот таких три отреза ткани, естественно, основа для вышивки. У меня появились новые таких вот холодных оттенков на этот раз. Это равномерочка, это лен, все это производство Австрии, но, пожалуй, об этом мы поговорим с вами отдельно о тканях. Меня просили рассказать о них подробнее, и поэтому, видимо, будет, наверное, отдельное видео. Кстати, напишите, как вы к этому относитесь. Хотите вы более подробную информацию по австрийским тканям или нет. Нет. И теперь наборчики. Приехал ко мне вот такой вот замечательный, смешной цыпленок от фирмы Милхил. Здесь разработка, ну, то есть дизайн этого цыпленка от фирмы Джим Шо. Выполненный вот Милхил, да, производство самого набора от фирмы Милхил. Вот так вот, видимо, они решили посотрудничать, и вот такие цыплята у них получились. Этих цыплят целая серия, и его я буду вышивать буквально, ну, сейчас, можно сказать, потому что хочется успеть его вышить к Пасхе. У меня как-то в этом году так получилось, что я к Пасхе ничего нового не сделала, и поэтому все-таки хочется что-то такое сотворить. Вот решила, что это будет вот такой вот цыпленок. Следующий набор, который я хочу вам показать, это набор от фирмы Золотые ручки. Ароматный кофе называется. Это совсем-совсем не новинка. Достаточно давно уже производится этот наборчик. Я долго на них смотрела, смотрела отшивы. Как-то все вот не решалось. Не знаю даже почему. Но я поняла, что мне все-таки они нравятся, они мне кажутся интересными. Мне в этой серии еще нравится очень набор там с оливковым маслом, ну, с оливками, естественно. И мне очень нравятся еще перчики. То есть там вот такие красивые-красивые перчики, просто изумительные. Я пока не знаю, буду ли я что-то еще приобретать из этой серии. Но так как я, в общем-то, очень люблю кофе, даже, наверное, меня можно назвать кофеманом. Поэтому вот такой наборчик с кофе мне очень и очень в тему. Здесь помимо кофе, турки, здесь еще и все, что можно использовать для ароматизации кофе. То есть коньяк, лимон. Поэтому наборчик и называется ароматный кофе. Дизайн Натальи Пашковой. Артикул М006, если кому-то это интересно. Наборчик запечатан. С обратной стороны ничего не видно. Ну, вот видно, что канва здесь такого бежевого цвета. Красивые яркие ниточки. Плюс металлик входит в набор. Можно увидеть вот сбоку. Канва здесь 18-я. Идетсвайгард. Нитки DMC. Я пока вышивала у золотых ручек только один наборчик. Это воробьиный сычек. И мне у них все понравилось. Поэтому вот прям хотелось от их фирмы что-то выбрать. И вот остановилась я на этом наборе. Ну и, пожалуй, я так полагаю, жемчужина моей сегодняшней посылочки. Это вот этот набор от фирмы Ankor. Maya Collection. Обложечка, конечно, сильно бликует. Но надеюсь, что вам достаточно хорошо видно. Очень долго я смотрела на этот набор. Те, кто смотрит мои видео, знают, что я люблю фирму Ankor. Мне очень нравятся их наборы. Мне нравится их комплектация. Мне нравятся и нитки Ankor. И канва, которая входит в набор. Не знаю, что за канва, но она мне очень нравится. Прям очень. Ну вот здесь написано, что в набор входит Ankor Mouliné. 100% хлопок. Я знаю, что к этому Mouliné очень разные отношения. Вот я отношусь к любителям Mouliné Ankor. Мне как-то вот тактильно они очень нравятся. Так, здесь Aida 16 бежевого цвета, как мы видим. Размерчик 27 на 34 сантиметра. Уровень сложности 3. И также игла и нить и вдеватель. Ну и, собственно, схема тоже, естественно, входит в этот набор. Вот. Это вот такой вот пейзаж. Называется он Mountain Retreat. Отдых в горах. Примерно так. По картине Томаса Кинкейда. По его картинам огромное количество дизайнов есть. Ну вот этот мне очень-очень нравится. Здесь вот еще и уточки плавают. И здесь, ну вот этой вот маленькой картинкой закрыли. Но здесь вот олень с олененком тоже еще вот в этом углу есть. Шикарное красивое небо. Красивые деревья. Небо тут вышивается полукрестом. Деревья и вот весь передний план крестом, насколько я вижу. Бэкстич здесь в основном используется вот в домике. Немножко есть на деревьях. Мне очень нравится этот набор. Не знаю, когда я его начну. Но нравится очень. Вот такая красота ко мне приехала. Могу сказать, что вот этот наборчик единственный, который пойдет в работу прямо сейчас. Эти, к сожалению, наверное, у меня пока отложатся. Хотя, как знать, может быть я все-таки что-то и начну. Но опять же, вряд ли это будет большой набор. Все-таки, если дойду до чего-то руки, то скорее всего до маленького. Но опять же, не будем уж очень сильно загадывать. Ну а вот этого цыпленка я надеюсь в скором времени вам показать. И полагаю, что здесь будет видео, конечно же, от начала до завершения работы. Потому что, ну собственно, во-первых, пасха тут уже буквально на носу. Так что у меня не так много времени на раскачку. Да и я надеюсь, что вышиваться он будет легко. Хотя, хотя он двухсторонний. Вот видите, что здесь есть у него и лицевая часть пузико-мордашка. И вот спинка тоже вышивается. Поэтому вот такой вот двухсторонний мелхильчик. Так что мне будет очень тоже интересно его сделать. К тому же то, что здесь дизайн от Джим Шор тоже интересно. Поэтому я прям вот с большим-большим любопытством к нему приступлю. Вот такие вот ниточки, бисер там внутри. Так что вот с него, собственно, и начнем. Ну что ж, надеюсь, что вам было интересно посмотреть эту посылочку вместе со мной. Буду рада вашим комментариям по поводу моей посылки, по поводу равномерки и льна. И что вы думаете об этих наборчиках. Может быть, у вас есть уже какой-то опыт вышивания этих наборов. И какие-то тайные секреты вы мне тоже расскажете. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»